В нашумевшей истории с опасными гонками по дорогам столицы арестованных уже трое. Сегодня вечером Гагаринский суд Москвы избрал для Мары Багдасарян меру пресечения 10 суток содержания под стражей. Девушка была среди тех, кто 22 мая находился в дорогой иномарке без номеров, которую после долгого преследования удалось остановить автоинспектором. Она призналась в неповиновении сотрудникам полиции и раскаялась с содеянным. Также стало известно, что у Багдасарян около 130 штрафов за нарушение дорожных правил. Их только сегодня оплатил ее отец. Ранее в том же суде под административный арест на 15 суток попал еще один из той компаний Виктор Усков. Статья та же, неповиновение сотруднику полиции. Как выяснилось, 25-летний представитель золотой молодежи совершил уже более 20 правонарушений с начала года. Вину он также признал и раскаялся. Те же 15 суток под стражей проведет и водитель злополучного внедорожника Абдувахоб Маджидов. И 200 часов на исправительных работах. На два месяца его лишили права управления автомобилем. В полиции говорят, что административное дело может быть возбуждено и против хозяина иномарки сына вице-президента Лукойла Руслана Шамсуарова. Пока же он скрывается от правоохранительных органов. Об этом сообщил в интервью РЕН-ТВ начальник московской полиции Анатолий Якунин, который лично контролирует ход дела. Основной собственник транспортного средства, к сожалению, спрятался. Спрятался. Значит, на первом этапе вроде бы как согласился приехать, дать пояснение на этот счет. Ну а сейчас отключил все телефоны, на контакты не выходит. Ну, он это зря делает, потому что в любом случае ему придется явиться в суд. Материалы мы на него направим. Значит, и объясняться уже в суде. С адвокатами он придет, это его право, вопросов никаких нет. Но я думаю, что в суде ему дадут оценку за злостное неповиновение законным распоряжением сотрудников полиции.